Федеральные депутаты сразу же развеяли сомнения своих местных коллег в своей недоступности. Мы чаще бываем здесь, чем в столице, говорили они. Поэтому мы всегда доступны и готовы сотрудничать. Наших парламентариев похвалили за хорошие поправки в федеральный закон о реформировании системы ЖКХ и заверили в том, что инициативы, исходящие от Ставрополя, будут отстаивать, невзирая на портбилеты. У нас никаких там внутрипартийных или межфракционных противоречий нет и быть не может. Тем более по вопросам, касающимся Ставропольского края. Я думаю, мои коллеги все это подтвердят. Там мы работаем в чем-то единой, слаженной командой. Столичные коллеги дали понять, что Ставропольскую инициативу по реформированию ЖКХ наверху заметили. Но она может и не попасть в окончательную редакцию закона. Поэтому здесь в крае нужно быть готовыми раскошелиться. Расходы на капитальный ремонт жилья все же могут лечь на плечи регионов. И людей ставить в такую ситуацию, что одним за счет государства провели капитальный ремонт, а другим большей части мы сейчас начнем предлагать за собственные средства. Но, естественно, вот такого допустить нельзя. Говорили и о курортах. Краевых парламентариев очень волнует вопрос налогообложения ведомственных санаториев. Это была бы хорошая статья налоговых доходов в краевой бюджет. Тут пока не все ладно. Но сенатор от Ставрополя Константин Скомарохин пообещал, что этот вопрос будет решен. Этот вопрос я усердно прорабатывал и с правовым управлением, и с нашим комитетом по социальной политике. Но все видят как бы основное препятствие в Министерстве финансов. В Министерстве финансов этот вопрос неоднократно озвучивался, и Министерство финансов его отвергает и считает, в общем-то, неэффективным. Считаю, что местный курортный сбор необходим, так как наши курорты без этого курортного сбора не выживут. Для того, чтобы вопрос решился положительно, нашим парламентариям нужно сделать хорошее обоснование необходимости такого налога. Тогда сенатору будет чем обращаться к своим коллегам. Самый объемный вопрос, который обсудили на встрече, это вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию. Отмена пошлин, уменьшение пошлин, снизит цены на импортные товары. В первую очередь мы ожидаем агрессивной политики по сельскохозяйственной продукции в страну при отмене квот и пошлин и по товарам народного потребления. Московских коллег интересовала позиция нашего аграрного региона и пожелание к федеральному центру на этот счет. Спикер Краевого парламента Юрий Белый ответил, что на вступление в ВТО никак повлиять нельзя, а нужна лишь хорошая господдержка аграрных регионов в новых условиях. Сенаторы призвали не затягивать с принятием нужных краю инициатив, потому как одобрить вступление России во Всемирную торговую организацию Совет Федерации может уже 4 июля. Потому что если мы хотим какую-то дополнительную дотацию или в какую-то программу вступить, федеральную, может быть новую какую-то программу, то об этом нужно было думать вчера, мы понимаем, что бюджеты верстаются. Но тем не менее, если сейчас не начать заниматься этим вопросом, потом будем разводить руками и говорить, ну да, опоздали и в 2014 год уже не попали. После встречи депутаты Госдумы поехали к избирателям в свои округа, а краевые парламентарии пообещали включить обсужденные вопросы в повестку ближайшего заседания Думы. Алексей Форсиков, Илья Аладин, Информбюро.